Все эти процедуры кажутся сложными только новичкам, а в целом они занимают не более трех часов. Их можно проводить и в течение нескольких дней. Тримминг проводят два раза в год во время смены шерсти. Разумеется, причесывать и стричь выставочных собак довольно сложно, но постричь собаку-компаньонку особого труда не составит. Прежде чем перейти к триммингу силихема, давайте немного вспомним историю обеих пород. Скотч-терьер относится к одной из наиболее древних разновидностей терьеров. Он происходит непосредственно от первых грубошерстных шотландских терьеров. Родиной его, по всей видимости, является Пердшир. Область в центральной Шотландии. Именно в Пердшире в 1781 году впервые официально сформировалось поголовье собак этой породы. В 20-30-е годы скотч-терьер находился на пике славы. В английском кеннел-клубе было зарегистрировано 26 тысяч представителей этой породы. Затем фортуна перестала ему улыбаться, собак вышла из моды. Но все же на сегодняшний день эту собаку разводят и любят во всех уголках мира. Силихем-терьер родился в 19-м столетии. Его родина – Южный Уэльс. Отцом породы стал капитан Джон Такер Эдвардс, пожелавший создать жесткошерстного терьера, который бы не боялся непогоды и имел бы белый окрас, чтобы собаки и щейки издали могли бы отличать его от дичи. Чтобы получить желаемый результат, он использовал в первую очередь чешевского терьера. Сегодня уже не существующего. Этот терьер обладал совершенно белой шерстью. Чтобы получить короткие лапы, которые могли бы помочь собаке проникнуть в нору, он использовал породу Вэлш-Корги-Пембрук. Были также сделаны попытки скрестить терьера с грубошерстным фоксом, с Данди-Динмо-Терьером и с Вест-Хайленд-Вайт-Терьером. Однако ни одна из этих попыток его не удовлетворила, и он вновь вернулся к исходному типу. Но прошло немало времени, прежде чем порода обрела тот облик, который мы видим сейчас. Когда порода стала распространяться как выставочная собака, она встретила отбор со стороны пуристов, поклонников терьеров. Когда сторонники этой собаки организовали свой собственный клуб любителей заводчиков, селихем-терьеров, и установили стандарт, предусматривавший более легких собак, нежели те, которые разводят сегодня. Послевоенный период стал поистинным периодом взлета породы. Большая работа была проведена под руководством Джослина Лукаса. Селихем-терьеров даже стали называть терьерами Лукаса. Но в 1950 году английский Кеннелл-клуб потребовал унификации параметров породы, и раз и навсегда определил ее стандарты. Затронув вопрос стандарта, поговорим прежде о стандарте скотч-терьера. Это массивная собака, ее размер приспособлен для работы в норе, под землей, у нее короткие лапы и подвижная манера поведения. Голова длинная, однако пропорциональна по отношению к корпусу собаки. Длина морды равна длине черепа. Переход от албак морде отчетливый, на одной линии с глазами. Череп должен быть почти плоским. Морда крепкая, объемная по всем трем параметрам. Глаза миндалевидной формы, имеют темно-коричневый цвет, посажены достаточно широко. Уши аккуратные, тонкие, остроконичные и прямостоящие. Посажены высоко на голове, но не слишком близко. Мочка носа хорошо развита. Пасть совершенная, прикус ножницы образный. Шея мускулистая, умеренной длины и переходят в длинные, покатые плечи. Грудина несколько выступает вперед за линию предплечий. Предплечья гостистые, пясти отвесные. Грудная клетка достаточно широкая и явно опущена ниже локтей. Локти хорошо прилегают к груди. Спина пропорционально короткая и очень мускулистая. Линия спины прямая и ровная. Задняя часть необыкновенно мощная для размеров собаки, с большими широкими ягодицами и выраженными углами коленных суставов. Лапы довольно крупные, пальцы сводистые и плотно прилегающие, с развитыми подушечками. Хвост умеренной длины, несется вертикально или с небольшим наклоном. Толстую основание, хвост утончается к концу. Шерсть плотно прилегающая, состоит из двух компонентов, густой и грубой покровной шерсти и короткого густого и мягкого подшерстка. А крас, кроме классического черного, допускается еще пшеничный. И бриндун всевозможных оттенков. Идеальная высота в холке от 25,4 до 28 сантиметров. Идеальный вес от 8,6 до 10,4 килограммов. Тримминг Силихема отличается от тримминга Скотти. Прежде всего это относится к голове. У этой породы брови сохраняют единым массивом. Они делят на две части. Машинкой стригут макушку, затылок и щеки до основания шеи. Борода Силихема меньше загнута вперед, чем у Скотти. В остальном Силихема триммингует так же, как и Скотти. А так как речь идет о собаке белого цвета, то понадобится или мел, или крахмал, чтобы очистить быстро испачкавшийся участок шерсти. Затем надо будет как следует расчинять шерсть, чтобы она была гладкой, и чтобы удалить остатки присыпки. И вот наш Силихем готов выйти на ринг. Бесспорно, обе породы красивы и необычайно привлекательны. Но каков их характер? Мы знаем, что уже давно эти собаки приспособились исполнять роль компаньонок, а потому они потихоньку избавились от характерных свойств, присущих охотничьим терьерам. Они могут просидеть в доме много часов, не подавая голоса и никого не утовляя. Они вполне дружелюбно относятся к другим собакам и могут с ними ужиться. Однако не советуем помещать терьера вместе с другой собакой того же пола, что и терьер. Однако самое привлекательное в терьерах, как и в Скоче, так и в Силихеме, это их умение жить в городской квартире. Эти собаки с неповторимым изяществом пробираются сквозь толпу и столь же грациозно ведут себя в баре, словно знатные клиенты модного заведения, поэтому они могут находиться и проживать практически повсюду, не поднимая ни шума, ни переполоха. Вместе с тем они сохранили лучшие черты, присущие характеру терьеров, такие как чувство юмора и желание играть. Пройдя путь от норного охотника до домашнего любимца, терьер нисколько не расслабился. Это умнейшие собаки, и не даром многие клубы-любители этой породы сделали своими эмблемами картинки подобные той, что вы сейчас видите. И помните, что изображение на рисунке недалеко от действительности. Еще одна сторона характера терьера. Терьер упрям. И если он чего-то хочет, он свое получит. Когда его желания не совпадают с нашими, возникает проблема. Например, как знать, понимает ли этот щенок разницу между костью, предназначенной для сгрызания, и рукой хозяйки. Но как не восхищаться другим щенком, который решил последовать за своей мамой, рискуя свалиться на самое дно бездны? Упрямство терьера равно его храбрости. И пусть мама пытается его удивить.